Здравствуйте, уважаемые телезрители. Вы смотрите канал Next TV и в эфире программа интервью в прямом эфире. Я ее ведущий Мирбек Сатаев. Я хочу представить гостей нашей студии. Это Гульнара Джурабаева, член Центральной избирательной комиссии и Урмат Джаныбаев, гражданский активист. Здравствуйте. Добрый день. Сегодня мы будем обсуждать тему представления законопроекта по 5-процентному порогу, который был отклонен парламентским комитетом. И вы знаете, создается впечатление, что парламент специально торпедирует этот вопрос, поскольку нарушенный регламент, как вы знаете. До этого президент Кыргызстана Соран Байдженбеков высказал свою позицию в отношении этого вопроса. Он считает, что 7-процентный барьер вполне устраивает всех. Гульнара, начнем с вас. Как вы думаете, не создается впечатление, что и парламент, и президент, власти всеми силами пытаются сохранить 7-процентный барьер? Умурбек, я просто хотела бы несколько... Внести пояснение для зрителей. Почему? Потому что я здесь нахожусь не в качестве члена Центральной избирательной комиссии, я здесь нахожусь именно как гражданин. Поскольку вообще вопрос процентного порога, вообще должен быть 3%, 5% или больше, выше, это не вопрос Центральной избирательной комиссии. Это на самом деле мы правоприменительный орган. Джорг Кенеш какой процент примет, пропишет в законе, такой, значит, мы и будем дальше руководствоваться той нормой, которая будет принята нашим законодательным органам. Но, тем не менее, поскольку я являюсь гражданином своей страны, у меня есть свое видение того, какой должен быть процент. И самое основное пожелание у наших граждан, это чтобы Джорг Кенеш соблюдал свой собственный регламент. А регламент им предписывает, что все-таки законопроекты, внесенные раньше, они должны быть и рассмотрены раньше. На него получены все необходимые заключения, а затем уже рассматривался законопроект, который касается таких же вопросов, но в той же очередности, в какой поступил. Но факт нарушения регламента есть. Да, мы видим, что 5-процентный барьер предлагался. Вообще, впервые он вынесен для общественного обсуждения 28 октября 2019 года. В декабре он уже поступил в комитет 2019 года. И, тем не менее, никакого движения именно по этому законопроекту не было. То есть, стали говорить, что правительство долго рассматривало, комитет долго не вносил, не рассматривал. И это означает, что есть некие инструменты, некие манипуляции, чтобы не допустить до рассмотрения именно этого законопроекта. Конечно же, это вызывает очень большое недовольство граждан. И это понятно, с чем связано. Вот с чем это связано, я думаю, мы потом поговорим. Урмат, вы как активный член, точнее, пользователь социальных сетей, вы тоже не раз высказывались, писали посты на эту тему. Вы как думаете? С точки зрения обычного гражданина, для нас это выглядит, как то, что власть хочет протащить второй ченкирик парламент 2.0. То есть, они хотят получить в очередной раз полностью ручной парламент с абсолютно серыми, незнакомыми для людей личностями, которые... По сути, я бы сказал, что процентный барьер, что именно барьер в качестве внесения залоговой суммы, это, можно сказать, такой олигархическо-коррупционный барьер для людей, для свежих сил, которые хотели бы прийти в парламент. Потому что, по сути, только люди, которые коррупционеры, которые, понятно, как разбогатели, только они, по сути, объективно могут преодолеть все эти барьеры, что финансовые, что процентные. Поэтому, они опять хотят, власть опять хочет получить абсолютно ручной парламент с такими личностями, как Тазабек Икрамов, как Гульшата Салбаева, которые будут... Как Коджибек Респаев. Да, Коджибек Респаев, которые будут абсолютно протаскивать те законопроекты антинародные, абсолютно антиконституционные, которые будут выгодны для узурпации власти, но никак не для гражданского сектора, а для общества в целом. Я это так вижу. Да, ну, вы же понимаете, и, наверное, депутаты и власти должны понимать, что это, можно сказать, тупиковый путь, и ни к чему хорошему он не приведет. Да, конечно. Потому что, если придет вновь такой же парламент, качественный, в кавычках, то понятно, что общественность уже просто его не выдержит. Вообще, конечно, нужно рассматривать это в совокупности. Вот сейчас Урмас сказал про размер избирательного залога. Понятное дело, что молодые политики, молодые политические силы будут испытывать затруднения для преодоления, помимо того, что избирательного порога, еще и внесения избирательного залога. А выборы – это действительно довольно-таки дорогостоящее такое мероприятие. То есть это необходимо и агитаторов, и это оплачиваемая работа, это законодательство требует для этого. Доступ к эфиру будет тогда неравный, если нет, не хватает средств. Соответственно, вот всевозможными, это вы знаете, вот как в экономике бывает иногда. Первый бизнес, который пришел, он занял это место и старается создать такие барьеры, чтобы на этот рынок другие акторы уже не входили. Стать монополистами. Стать монополистами. И самое страшное и в экономике, и в политике – это монополия. Не должно быть монополий на власть. Должны быть разные группы, представленные именно в парламенте. Вот смотрите, 7% – это означает, что определенное количество активных граждан, их представителей, не будет представлено в Джогарху Кенеши. Мы даже можем вспомнить Бутон-Кыргызстан. Он совсем чуть-чуть не получил какие-то проценты для того, чтобы пройти. А где его избиратели? Где избиратели найдут своего представителя в этом парламенте? Это получается, что они не будут представлены. И тогда остается один способ. Это на улице протестовать. А уличные протесты, конечно, они подрывают вообще основу нашей страны. И не позволяют достичь некого национального согласия. Чем шире вот эта база, основание самого парламента, тем более устойчива будет у нас вообще и страна, и государство, и система власти. Поэтому очень важно, чтобы наиболее все активные граждане, их представители были представлены именно в парламенте. Чтобы они там спорили между собой, как-то друг с другом достигали консенсуса какого-то. И тогда повышается качество дискуссий, качество решений. И мы, граждане, мы тогда спокойно ходим, потому что мы знаем, что мой представитель есть там, и он бьется за мои интересы. Ну, вы знаете, выступая в Джорке Меши, глава государства сказал, что некие силы, которые инициируют 5-процентный барьер, преследуют свои интересы. Как вы думаете, что он имел в виду? Я могу сказать, да, я преследую мой интерес. Я не скрываю, я хочу, чтобы мои представители были в парламенте. И у нас с Урматом эти интересы совпадают. И я думаю, что такие интересы, вот как раз-таки наши граждане. Некие силы, да, граждане это некие силы, народ это некие силы. И мы, конечно, пользуемся тем инструментарием, который у нас есть. Мы пытаемся оказать давление на Джорку Меши. Это нормально. Как вы думаете, Урмат, вот пока еще я очень сильно надеюсь, что этот законопроект все-таки будет рассмотрен. О выборах по 5-процентному барьеру. Гражданское общество, общественность, они могут повлиять на эту ситуацию? Ну, вообще, конечно, это подло с точки зрения власти. Вообще, принимать такие законопроекты в условиях карантина, в условиях там всемирной пандемии. Потому что мы не имеем возможности сейчас выйти на митинги. Это все как бы придать этому такой общественный резонанс широкий. Поэтому вот они именно пользуются этим моментом. И из-за этого мы, я думаю, после снятия карантина все-таки уже встречаемся, общаемся с людьми. Мы готовы уже выйти на митинг, при этом соблюдая, естественно, минимальные требования по социальной дистанции. То есть хотим призывать людей прийти в масках, при этом соблюдать расстояние метра-полтора и дать посыл нашей власти и показать, что народ против. И это неправильно, что они пользуются всей этой ситуацией, чтобы протащить такие законопроекты. Знаете, в целом у нас получается проблема в том, что мы, являясь парламентской республикой, фактически являемся президентской. То есть у нас в принципе ничего не поменялось. И сильный парламент – это очень мощный рычаг для создания системы сдержек противовеса в Казахстане. Это единственная площадка. Но, к сожалению, благодаря вот такому серому, безликому парламенту, большинство из которых депутат, мы вообще не знаем. Там стоило 20 человек, от силы мы знаем 10-15. И какие-то личности какое-то время себя проявляют, мы их запоминаем на какое-то короткое время. Но большинство – это абсолютно безликие люди, которые приходят, которые даже не приходят в парламент, которые даже не читают законопроекты, которые они принимают. То есть изначально они мотивируют высокий процент, процентный барьер тем, что если придут очень большое количество сил в парламент различных, то парламент будет не в состоянии принимать какие-то законопроекты, это будет хаос. Так они это объясняют. Но сейчас что мы видим? Как раз таки политическая конкуренция, она порождает качественные законы, по появлению качественных законов, законов, которые в интересах народа все это принимаются. Но сейчас благодаря вот такому высокому процентному барьеру и большому финансовому взносу мы получили парламент, который принимает законы, и потом они сами возмущаются, говорят, что это за законы такие, а потом им говорят, ну уже сами приняли. Как вот буквально этот закон приняли полгода назад, вы сами проголосовали за. То есть они, наш парламент превратился в какой-то конвейер принятия законов, и просто люди даже не успевают понять, какое количество законов принимается. При пустом парламенте там 5-10 человек сидят от каждой партии, которые бегают, нажимают на кнопки. Вот такие вот законы мы получаем в конечном счете. И получаем законы. В принципе, депутат Зулушев, пытаясь вернуть президентскую форму правления, он уже такой посыл, мы получили посыл от действующей власти, что будет, они настроены на возвращение президентской формы правления. Это зону спроста, мы понимаем. Да, на узурпацию власти. Но Зулушев, они как бы прощупали почву, там, прозондировали, и когда поняли, что реакция общественности такая негативная, они отложили это как бы на... Отыграли пока назад. Да, отыграли назад. И я думаю, что новый парламент, если это будет очередной, чем Кирик парламент, то одна из тем, которая будет поднята в ближайшее время, это возвращение президентской формы правления. То есть у них будет достаточно большой временной запас для этого. Они будут все это... То есть весь парламент будет заточен на то, чтобы для узурпации власти, да, по сути. И мы этот посыл уже получили, и поэтому они заинтересованы в том, чтобы сохранить высокие преграды для людей, для новых людей в парламенте. Намеренно, да, сохраняют эти барьеры. Ну, вот вы сказали, что власти пользуются карантинной ситуацией, но эта карантинная ситуация как раз-таки сегодня повысила, знаете, недоверие к власти. Как раз-таки сейчас ситуация... Обнажила, да, очень много проблем. Ситуация наоборот, накаленная. И в такой момент выходить с такими инициативами, мне кажется, это... Вы знаете, проблема... Ведь качество нынешней власти заключается в том, что они не способны установить обратную связь. Вот адекватную обратную связь для того, чтобы получить объективно всю информацию о том, что творится в обществе. И, к сожалению, даже те люди, которые, как бы, понимают, насколько опасно вот именно вот такой стиль принятия решения, да, нарушение собственных процедур, нарушение других норм, да, конституции, норм конституции, конституционных норм, это... Эти люди, я не знаю, они или не могут донести, или боятся донести. В результате мы можем прийти на самом деле вот к некоему хаосу. Ведь начиная с чего? Вот я вижу, что обеспеченные люди, они создают что в первую очередь? Спортивные клубы. Они окружают себя спортивными. Спортсмен-балдар, мы это знаем, что такое спортсмен-балдар, да? Эти спортсмен-балдар должны затем обеспечивать какие-то голоса. Они пытаются контролировать волеизъявления. То есть, понятное дело, что, допустим, в Бишкеке, там, в каких-то крупных городах это невозможно, а в маленьких аэлах вполне возможно. Почему нет? И, соответственно, для наших граждан требуется еще и отвага, чтобы защищать свои права. Понимаете? И причем это нужно, когда мы по всей территории живем. И вот здоровые силы должны, конечно, объединиться. На самом деле, чем опасен олигархический парламент, да? Ну, казалось бы, ну что, богатые люди, наверное, у них образование хорошее, они наибольшее решение для нас примут. Нет, в наших условиях, когда правоохранительные органы, силовой блок находятся в руках президента, эти олигархи, они полностью подконтрольны со своими активами, капиталами, да? Они полностью подконтрольны президенту, обладающему вот этим силовым ресурсом. И они не могут просто позволить себе быть свободными. А в парламенте должны сидеть свободные люди. Это первое. Второе. Конечно же, люди бизнеса вообще склонны, ну, как вам сказать, к неким договоренностям. Да, у них вообще другое мышление. Это природа их, да. И, соответственно, когда они приходят, то это, конечно, система уступок. Давай я вот так сделаю, ты за это проголосуешь, я за это. И вот эта вот прозрачность, которая должна быть при принятии решения, она, конечно же, становится непрозрачной. Сами по себе вот было бы очень хорошо, что вот мы сейчас видели, да, допустим, большое движение там против каких-то, ну, вот депутатов, которые обладают какими-то активами. В прошлом они были чиновниками и премьерами, вице-премьерами, да? Я думаю, что действительно нужен такой закон. Если ты чиновник, все твои расходы, все твои активы должны быть прозрачные. Ну, когда-то заработал ты деньги, ну, не лезь ты в государственное управление, не иди ты на государственную службу. Не надо, вот как говорят на Фейсбуке, да, ты испортил нам прошлое, но не порть нам будущее. Дай возможность молодым прийти, незапятнанным, пусть даже это не совсем молодым, но они знают как и что, и что это будет в интересах всего общества, в целом страны, да? Не надо наше будущее вот закрывать для развития нашу страну. А для этого нужно вот именно вот такие меры, не ходить там по домам, да, мы сейчас у тебя то отберем, да, мы это стране передадим. Нет, просто тупо вот не приходи во власть, и тебя оставят в покое. Пользуйся своим богатством, своим бизнесом, то, что ты сделал, потому что сейчас уже многие бизнесы ведь переходили из рук в руки. Мы не можем даже вот честно говоря вот все, всю эту цепочку обозначить. И это так или иначе имеет к тому, что вот мы сейчас имеем 7%. Это к этому тоже имеет отношение. Казалось бы, вещи совершенно далекие вот от выборного процесса, но они имеют отношение к качеству власти. Мы хотим качественную власть, а это означает, что качественную власть нам могут обеспечить только свободные люди, свободные граждане, которые не побоятся, и которые способны предлагать какие-то решения. Мы же сейчас понимаем, что так или иначе этот вопрос сейчас практически находится в руках депутатов. И чем ближе к выборам, огорчает тот момент, что те депутаты, которые инициировали 5-процентный барьер, сейчас занимают совершенно иную позицию. Нет, ну почему? Ну, Никитенко... Нет, есть, конечно, несколько депутатов, которые принципиальны. Нет, там немножко другая ситуация. Омурпек, я не соглашусь. Там немножко получилась другая ситуация. Часть депутатов, которые инициировала 5%, или которые были за 5%, они были вынуждены действительно поддержать 7% для того, чтобы не осталось нынешние 9%. В текущем законодательстве закреплено 9%. И вот смотрите, вот получается, комитет Кирисбекова, они сделали очень коварную вещь. Вот они просто коварную вещь сделали, даже подлую, я даже удивляюсь. Понимаете, в чем дело? Они же должны были сначала выставить вот эти 5%, и тогда инициаторы и те люди, которые поддерживают, они бы проголосовали. При соблюдении регламента. Они бы соблюдали регламент. А сейчас, поскольку риск был большой, что если они не проголосуют за 7%, ну тогда остается 9%, конечно, это была вот такая больше попытка рационально решить эту проблему. Хотя, хотя у нынешних депутатов есть как бы возможность... Я вас понимаю, в этой ситуации лучше выбрать из двух зол меньшее. Ну как бы. Но есть у них возможность все равно исправить тоже. Извините, потом, когда уже конкретно рассматривать во втором чтении даже вот эти 7%, почему бы им не предложить 5% и не проголосовать за них? Почему бы на пленарном всей, так сказать, палаты не проголосовать за, так сказать, снижение? Это же не не возбраняется. Сегодня в фейсбуке некоторые гражданские активисты высказали такую позицию, что если бы в другой развитой стране президент вышел вот с таким советом, предложением, рекомендацией, ему обязательно объявили бы импичмент. Понимаете, мне кажется, вот этот шаг, это была команда уже нашего парламента. Посыл был такой, да? это, наверное, можно рассматривать как посыл, и мы не должны забывать, что у нас достаточно много людей, которые на лету схватывают некие пожелания, оно вот просто, знаете, с воздуха. То есть почему-то вот пожелания и рекомендации граждан, они не так улавливают, как пожелания вот одного человека. Ну да, у него как бы власть, но это не означает, что надо игнорировать те голоса, которые идут от граждан. И да, в других странах могли и объявиться вот как бы за вмешательство в этот процесс, поскольку у нас президент не обладает правом законодательной инициативы. Да, и поскольку времени остается все меньше до выборов, мне кажется, гражданскому сектору, помимо социальных сетей, нужно уже переходить к более другим действенным мерам, потому что все мы в фейсбуке можем высказывать свою позицию, пошуметь, высказать недовольство, но мы видим, какая реакция на все это. И поэтому, как вы говорите, Урмат уже приходится вот людям выходить на митинги, чтобы донести свой голос о настоящем. Среди получается вообще у карантина как бы есть две стороны медали. Это первое, это получается мы поняли, что все, что происходит, все процессы, которые происходят в государстве, как строительство бюджетного жилья, зарплаты учителей, врачей, милиционеров, то есть все вот эти социальные функции государства покрываются не за счет затрат самого президента, премьер-министра, каких-то чиновников, министров. Это наши деньги, это деньги налогопокельщиков. Те колоссальные кредиты и гранты, которые предоставляют международные организации, это тоже ермо этого кредитного времени ложится не на президента, не на премьера, а ложится на нас с вами. То есть это все эти вещи, все процессы, которые происходят в государстве, это не происходит благодаря нашим деньгам, нашему участию, нашему тому, что мы есть, потому что есть народ. Президент, премьер-министр это наемные менеджеры, которые эффективно или неэффективно справляются с своим обязанностям. То есть мы получается с одной стороны народу раскрыли, народ понял, осознал свою силу, осознал, что он есть источник власти в стране, но другая сторона медали, то что из-за тотального обнищания связанного с коронавирусом появляется вероятность того, что люди купятся на деньги во время предвыбора компании, то есть что свое финансовое состояние именно в этот момент прямо сейчас немного лучше, что они как бы и у меня складывается ощущение из-за того, что кредиты, гранты, которые в размере полумиллиарда уже нам предоставили и перспективно предоставят эти деньги, что из-за непрозрачности расхода этих средств у меня складывается ощущение, что часть этих средств пойдет на предвыборную агитацию провластных партий, Перембик, еще какие-то. продвижение и то есть получается гражданский сектор в очень таком невыгодном положении тут получается и ограничение там 5-процентный будет 7-процентный барьер а еще сейчас инициативы по ограничению интернета да и получается инициатива депутатов Гульшата Слабаева такое ощущение, что они из этого чемкерик парламента в принципе у них присутствует боязнь того, что новый парламент он будет более качественный и уже те инициативы, которые они не протаскивали и при нынешнем парламенте уже не получится протащить в новом парламенте поэтому те же самые инициативы по ограничению свободы слова они пытаются максимально выжать из этого парламента ручного напоследок все, что они могут у меня такое ощущение сказано да еще про НПО от дополнительной отчетности залушив президентскую форму управления потом ослабая в этом ограничении свободы слова то есть они в принципе боязнь того, что придет более качественный парламент у них есть и эти действия они об этом и говорят но если мы получим Ченкерик 2.0 вариант то все эти инициативы в конечном счете они реализуются и все это будет подано под каким-то соусом неизвестно каким в конечном счете мы уже понимаем что власть имущей они настроены на узурпацию власти в конечном счете и все эти действия парламент и власть им есть чего бояться просто и понятно какие могут быть последствия за все будет спрос рано или на мой взгляд получается ситуация с коронавирусом это второй текст если придут новые силы которые все это обнажат всю эту цифру покажет то мы получим министр здравоохранения уже сказал что на одного больного в среднем выделяется 3000 долларов это уже понятно что это глупость потому что в большинстве случаев у нас люди болеют в легкой форме и там таких затрат однозначно нет на больных и то есть мы уже получается по примеру ТЭЦ когда тоже они в принципе не рассчитывали на то что вся эта ситуация выйдет наружу что народ будет требовать отчета по всем этим расходам и тут мы выясняем то есть они начали судорожно подгонять итоговую сумму то есть они придумали что камера стоит 15 тысяч долларов полоскогуб 6 тысяч 600 долларов и то же самое ситуация с карантином с этими кредитами мы по сути мы получили даже больше денег чем при реконструкции ТЭЦ мы получили там полмиллиарда долларов которые никто не собирается никак отсчитываться и я думаю что если придут новые силы они все это на поверхность это вылезет и они боятся понести за это ответственность то есть все их мы понимаем что принципиально власть не поменялась просто одни коррупционеры сменили других естественно они боятся что если придут другие люди это все будет как бы наружу все выходить и придется за это отвечать они этого не хотят соответственно они хотят завинчивать гайки дальше чтобы эти новые силы вот вот на подходе с их позиции конечно тоже может соглашаться может не соглашаться но вы знаете разные силы есть разная не одна и население уже их поддерживает в соцсетях да конечно понимаете они настроены очень серьезно достаточно агрессивно и если ситуация повернется по другому сценарию мы должны еще себе представлять одну вещь что вот выборы 17-го года 15-го года что показали вот мы видим что в принципе отработаны механизмы подкупа избирателей использовался и админресурс тоже и подкуп и вот получается что при выборах парламента все эти механизмы они будут задействованы и получается что здесь вот как бы что может сыграть роль ну первое это то что это противодействие админресурсу что все-таки тайна голосования она сохраняется я знаю что вот некоторые агитаторы когда ходили и агитировали они сообщали о том что вот наши урны показывают якобы кто за кого проголосовал ну конечно это абсурд это 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 невозможно определить за кого ты голосовал но это было необходимо для того чтобы чтобы вот те люди которым там или начальник сказал или они получили деньги чтобы их проконтролировать необходимо было необходимо было просто их запугать вот есть еще другой момент по подкупу да когда получается что ну мы знаем что даже агитаторы не говоря уж обычных избирателей они работали на нескольких партий получали деньги от разных партий и соответственно все-таки в конечном голод итоге они могли голоса отдавать за третью партию от которой вообще ничего не получали и это должно заставить задуматься самих вот этих вот людей которые у которых есть деньги и которые собираются это потратить на выборы а стоит ли это так делать вы не сможете проконтролировать голоса и тем более сработает ли это это может не сработать тем более что избиратели скорее всего будут если избиратель склонен брать от одного кандидата то он будет склонен и от другого брать верности в этих вопросах нет также и домкомы работают абсолютно да ничего личного чисто бизнес вот такой подход к сожалению это ну вот эти реалии я иногда думаю как можно с этим бороться просвещать конечно повышать уровень экономического благосостояния граждан по другому я просто выходов не вижу и конечно же вот должно быть жесткое наказание когда выявляется что все-таки вот тот или иной кандидат покупал да у нас сейчас предусмотрена уголовная ответственность вот за такие нарушения закона и за использование административного ресурса точно так же у нас в законе уже есть в конституционном законе там 17 прим 1 это статья там просто еще в уголовное законодательство нужно внести эти конкретные реализации именно вот за такой образ действий за использование админресурса ответственность и тогда выборы у нас может быть будут более такими как вам сказать недостаточно только просто честно посчитать я вот поняла в 17-м году как бы почему у меня было особое мнение по итогам голосования потому что подвести итоги вот эти бюллетени посчитать это только самый заключительный этап а до этого этапа есть равенство к эфиру вот чтобы могли да чтобы правоохранительные органы в равной степени на всех кандидатов работали защищали всех а не так что в одну сторону это находилось потом не было шельмования по центральному телевидению кого-то из кандидатов потому что иначе вот равенство возможности нарушается и это влияет и искажает волеизъявления избирателей вы же понимаете что это никогда у нас не соблюдалось и вряд ли будет соблюдено осенью 20 вы знаете все равно я считаю что от общественного мнения от консолидации граждан очень многое зависит я верю в наших граждан не знаю я все равно верю как бы вот там не было мне кажется что ну вот мы такой достаточно большой путь прошли он был такой нелегкий я бы даже сказала что мы так много страдали сейчас вот этот коронавирус он вдруг обнажил ну такие вот бездны в нашей системе власти люди должны задуматься в Кыргызстане как будто природа каждый раз обнажает все эти дает показать коррупционные механизмы все выставляет наружу морозы то морозы то коронавирус понимаете да с ТЭЦом это показали морозы без морозов мы бы не узнали это точно да сейчас нам показывает коронавирус и этот коронавирус конечно он показывает всем он не только вот Кыргызстан он вообще всем странам вот неудовлетворительное вот состояние как бы не общество потому что общество вот даже наше общество оно оказалось очень здоровым смотрите сколько было милосердия сколько было волонтеров сколько желания было помочь и вдруг мы обнаружили что мы оксоможем и безвластей нам вообще не надо никаких указаний мы можем друг другу помогать мы можем быть прозрачными мы можем быть прозрачными честными вот показывают образцы сколько мы получили кому это раздали то есть то что не делает государство то что не делает власть это делают обычные граждане гораздо эффективнее и вы знаете они получают вот для многих граждан это была такая психологическая подпитка Потому что жить вот в этих условиях, да, и знать, что это вообще такая большая опасность, но когда ты видишь, что вот наши же граждане выполняют вот такие миссии, то ты, конечно, переполняешься какой-то благодарностью и доверием. Вот нам очень важно вместе делать, выращивать вот эти ростки доверия, и тогда и изменения будут. Мне кажется, мы должны сплотиться и перед очередной проблемой, когда пытаются... Вокруг кого сплотиться? Вокруг нас всех. Ну вот так не бывает, видите, потому что вот... Мы должны только сплотиться в период пандемии, да, но когда встает такая опасность, когда пренебрегают твоими голосами, когда пытаются... Когда в условиях карантина принимают такие законопроекты, это вообще страшно. Мне кажется, и в этой ситуации мы должны сплотиться и сказать, пусть это будет пассионарным путем сделано. Я, конечно, только за мирный исход любой проблемы. Конечно. Но вы знаете, вот что я хочу сказать, что вот особенная безнравственность... Я даже не понимаю, как сами депутаты некоторые не понимают, да, что в условиях коронавируса, когда вот гражданское общество так много и активно помогало людям, вот обездоленным, там, я не знаю, там разные группы лиц, вот есть, которые нуждались, да, в какой-то помощи, поддержке и защите, да. И в этих условиях, вот это, как это сейчас, общественное обсуждение, парламентские слушания будут по дополнительной отчетности неправительственных организаций. То есть, оказывается, это насущный закон. А почему именно неправительственные организации? А потому что неправительственные организации, это все равно, это люди там неравнодушные собрались, активные, знающие, компетентные. Они обладают инструментами мониторинга, которые имеют влияние, и их нужно каким-то образом прищучить. Почему-то депутаты, ни один из депутатов не поднял вопрос о прозрачности расходов полученных от международных организаций в качестве кредитов и грантов. Нет, некоторые депутаты поднимали. Но это была как популистская такая мера больше, а не прямо-то... Нет, я знаю, что очень занималась этим Никитенко, она прямо этот вопрос ставила и выясняла. И я знаю, что он на это обращал. Мы в случае с неправительственными организациями видим, что большинство депутатов поддерживают эту инициативу. А вот в случае, скажем, с прозрачностью расходования бюджетных средств, то там только вот Никитенко единицы какие-то выступили. И на этом фоне их никто не услышал. То есть, двойные стандарты получаются. Ищенбай Абдуразахов, ваш коллега, относительно этой проблемы тоже выступил. Кадрбеков, может? Да. Ищенбай Кадрбеков. Он высказался и сказал, что, вы знаете, мы вообще не с того конца обсуждаем эту проблему. И, возможно, он тоже прав, что дело даже не в семье, не в 9%. Мы голосуем за... Конкретных кандидатов должны голосовать. И есть это... Мы за списки просто голосуем. Есть такая инициатива, которую мы должны обязательно продвинуть. Вот смотрите, когда мы хотим, чтобы повысилась явка, чтобы люди пришли на избирательные участки. То есть, преференциальное голосование, это еще один инструмент дополнительно привлечь избирателей на избирательные участки. И это очень важно, почему, чтобы люди голосовали, приходили на выборы. Потому что тогда они чувствуют свою ответственность за качество выбранной власти. Понимаете, когда они не приходят, они думают, ну я не пришел, я не имею отношения к этому парламенту. У него есть некий список, да. А когда он приходит, а когда он знает, что да, вот в этом партийном списке есть такой-то кандидат, и что 98-й может стать первым и пройти, и получить мандат, то, конечно, явка будет выше. Это с одной стороны. А с другой стороны, тогда в агитационной кампании участвуют все, включая вот этих самых последних, которые в этом кандидатском списке, и которые обычно не участвовали, которых обычно включали для красоты. И тогда кандидатский список будет очень сильным. И тогда уже заплатить лидеру партии и спокойно отсиживать до конца выборов не получится. И самое интересное, смотрите, что когда такой кандидат, получивший вот такое большое количество голосов, он приходит со своим капиталом. И лидер партии вынужден считаться, потому что вот за конкретно вот этот человек, он принес голоса, он принес столько-то тысяч голосов, и просто так взять его и зашеймить, как молодежное выражение, не получится. Потому что мы знаем, что в некоторых фракциях действительно некоторых просто вот там исключали, там из фракции или еще что-то, да. А за ними есть электорат. А тут уже ты вынужден с этим считаться. Ты вынужден считаться с мнением тех граждан, которые голосовали за вот этого кандидата. Поэтому очень важно продвинуть еще и преференциальное голосование. Не только, получается, в совокупности необходимо нам что? Преференциальное голосование, когда мы можем голосовать за кандидатов. Нам необходимо снизить избирательный залог, потому что не только богатые должны политические силы приходить. И, конечно же, снизить избирательный барьер. В идеале 3%, не менее 3%. Ой, не более 3%. Это было бы вообще... Я к тому, что мы почему-то так активно не обсуждаем преференциальную систему. Нет, но на самом деле... Я понимаю, что есть информационный повод по 5%. Общественный запрос на преференциальное голосование есть. Кстати, в ЦИК поступил этот законопроект. И, допустим, ЦИК не может предлагать такого рода решение, как ту систему выбрать или эту. Но он может и должен дать заключение по технической стороне вопроса. Можем ли мы имеющимися автоматически считывающими урнами реализовать вот эту модель, которую предлагает сейчас законопроект? Да, можем. Наши автоматические урны, мы можем программу настроить таким образом, что можно подсчитать не только голоса, отданные за партию, но и голоса, отданные за кандидатов. Не надо закупать новые урны. Просто нужно программу дописать и сделать. Да, вы говорите, такие поправки уже... Законопроект есть такой. Законопроект есть, но у нас же есть всегда проблемы с регламентом, мы понимаем. Он внесен в Чугар-Хукиниш. Его могут и вообще рассмотреть, знаете, после выборов. Я не удивлюсь, что может и случиться так. Поэтому здесь необходимо общественное давление. Вот мы, так сказать, пожалуйста, урмат, единомышленник, и есть группы ребят, которые тоже очень активны. Это и молодые, и немолодые, кстати, то же самое. Есть желание, и тем более, знаете, вот Ишимбай Кадырбеков, Ишимбай Душимбевич, он очень правильно сказал, что если обратиться в Конституцию, там указано, что голосует в бюллетене за кандидата, то есть не за партию. Соответственно, вот он требует, что должна быть реализована конституционная норма. Раз это в Конституции есть, значит, необходимо ее реализовать. Я за. Ну, урмат, я вас до эфира тоже спрашивал. Вы как представитель молодежи, как гражданский активист. Не, по сравнению с нами, молодежь. Относительно. Да. Вы ведь тоже прекрасно знаете чаяние этой части населения, молодых людей. Вот. И я сегодня, знаете, отрадно, что в социальных сетях очень много у нас и молодых людей, и среднего возраста. И благо, что молодые люди тоже не остаются в стороне и высказываются, причем иногда очень грамотно и по делу конструктивно достаточно. Ну, потому что будущее принадлежит им, они о себе беспокоятся. Когда я выступил против инициативы у депутата Гульшата Слубаева об ограничении свободу слова, в основном я более активен в Фейсбуке. Фейсбук – это более взрослая часть населения. Там молодежь присутствует, но не так активно она участвует, как, скажем, в Инстаграме. В Инстаграме я только буквально недавно начал свою деятельность. И, ну, грубо говоря, у меня было там 300, порядка 400 подписчиков. И когда в среднем мой пост, даже вот связанный с антикоррупционными митингами, реакция 1, реакция 2, набирал там 50-60 лайков, грубо говоря. Когда я выложил пост касательно ограничения свободы слова, я был в шоке, потому что он набрал 1100 лайков. Это говорит о чем? О том, что у нас молодежь, она просто, в силу каких-то определенных причин, она не понимает, какие процессы происходят в стране. Если открыть не это глаза, то реакция будет колоссальная. Я просто говорю, я был приятно удивлен. Так что надо постараться открыть глаза. Молодежь недополитики, она вот занимается там своими там тусовками, состраданками, войнами, да. Она как-то далека от политической жизни. Но когда они поняли, что это уже их самих непосредственно касается, что как-то в любой момент их страницу могут заблокировать по инициативе какого-то правоохранительной структуры. Вот взял и такую инициативу. Это я просто удивляюсь. Я что понял? Вот эти две революции, которые были в Кыргызстане, и вот мы все говорим, что от них нет никакой пользы, пришли те же самые люди, воруют, разворовывают. Но колоссальная польза. И просто именно я считаю, что должны были случиться эти революции в том, что пока вот эта грязня шла между старыми коррупционерами, то есть они разделы сферы влияния, группировки между собой, эта грязня вот так шла, у людей формировалась свобода мысли. То есть они вообще в целом люди стали более свободны. Мы к этому привыкли, это стало неотъемлемой частью нашей жизни. И этого уже не отнять. И уже все. То есть получается обратной дороги нет. То есть любой там депутат или чиновник, президент, министр, премьер-министр, кто поднимет вопрос об ограничении свободы слова, это политический труп. То есть если он будет акцентировать на это внимание, то с уровнем свобод, которые в Кыргызстане уже есть, это может ставить крестная политическая корея этого человека. То же самое и в фейсбуке очень бурно отреагировали люди на мой пост об ограничении свободы слова и в инстаграме, чему я очень сильно удивился на самом деле. То есть в принципе у нас не только молодежь привыкла к свободе, но и зрелое поколение тоже. Мы уже не представляем своей жизни без свободы слова. Мы не Туркменистан, не Северная Корея, даже не Казахстан, не Таджикистан, не Россия. А мы за нее, кстати, дорого заплатили. Да. Мы же дорого за нее заплатили. Оплатили и платим. И получается, смотрите, вот неужели жертвы апрельцев, которые погибли во время революции, неужели они думали, что в конечном счете мы вернемся к тому, с чего начинаем. Да, абсолютно. То есть по сути, да, вот, гудшата слабая поднимает вопрос, и все вот старания этих людей, все вот эти две революции, считай, коту под хвост, да. Вот если этот закон на какой-то проект пройдет, то считай, все, мы ставим крест на всех наших достижениях в области, по части демократии и вообще других свобод. И хорошо, что такие пользователи, как вы, занимаются еще просвещением, просветительницей. Именно надо просвещать. Япония молодежь, я понимаю, они больше в инстаграме, у них другие интересы, музыка, продвижение товаров и прочее, но если не будет этих свобод, то, извините, об остальном просто говорить не приходится. Это нужно разъяснять людям. Если не будет свобод, то в конечном счете к любому человеку придут, заберут все его имущество, просто вывезут в неизвестном направлении, и человек бесследно пропадет. И это коснется каждого в конечном счете. Я думаю, все эти люди это уже понимают. Вне свободы нет ни счастья, ни процветания. Потому что человек должен быть обязательно свободным. Я вот замечаю, что перед первой революцией, второй революцией, именно почему-то идет активное закручивание гайорфей. Абсолютно. СМИ, интернет пытаются регулировать, пытаются все под контроль взять. Я помню, что в бакиевские времена, я помню, что 6 апреля мы проводили реквием по свободе слова. Мы проводили это вот как раз вот там, на Токтагула. 6 апреля мы проводим реквием по свободе слова, и в это время мне звонят на телефон и говорят, в Таласе захвачена областная администрация. То есть видите, как они взаимосвязаны, такие вещи. Нельзя это делать. Тем более сейчас, тогда вот вспомните, тогда интернет не было. Тогда не было интернета, конечно. Тогда соцсети такого понятия особо и не было. Они использовались как для поиска друзей, знакомых. Это только зарождалось. Тогда газеты закрывали. Вспомните, времена проблемы. Тогда закрыли газеты, поэтому мы реквием не проводили. Даже тогда был такой, представьте, такая была реакция мощная. А сейчас, что будет сейчас, если они вдруг вздумывают опять закручивать гайки, там камень на камень люди не ставят. И потом сама идея контроля интернета, она мне кажется очень недалекая, потому что его контролировать невозможно практически. Нет, понимаете как, дело в том, что... Да, будет наказание. Да, а наказание, вот допустим, если я напишу какой-нибудь критический пост, как это, вот пожалуйста, это же будет неприятно. Просто понимаете, тут такое, а судьи кто? То есть нам, получается, депутаты предлагают, то есть они предлагают нам за нас решать, что есть для нас там нужно, что есть правильно, что неправильно. Начинается с этого, затем, значит, будет какие идеи правильные, дальше уже за кого замуж выходить уже пойдет, регламентировать все. Какого размера должна быть у тебя машина или квартира там, ну и пошло-поехало. Ну я, конечно, утрирую. Но учитывая, как умеют наши силовые структуры выслуживаться, я представляю, во что это может вылиться. Вымогательство. Обычные вымогательства начнется. МВД, да, мы это видели в условиях коронавируса. Да, вот смотрите, сейчас получается у правоохранительной структуры у них нет законодательной основы для вот этих репрессий всех. То есть они сейчас, единственное, что они могут, это вот отправить там в садик милиционера, чтобы он там надавить морально на людей. Да, как это было с вами. В моем случае, да. Или заставить там людей извиняться, как было в этом случае с врачами. То есть, в принципе, это пока все их возможности, которые они могут применять по отношению к людям, которые там высказываются, да, как они считают нужным. А сейчас, получается, им нужна именно основа. То есть им нужно, чтобы там... Опираясь на норму закона. Да, сотрудник к МВД пришел и сказал, так, вот если ты не остановишь свою такую деятельность, то мы тебя либо привлечем к ответственности, как в ситуации с Россией, да, там за лайки, за репост сажают людей. Да. Вот они к этому пришли. Конечно, с точки зрения технической, может быть, ограничение и очень сложно это все провести, потому что там то же самое закрытие Телеграма в России объявили там года 3-4 назад, но до сих пор он есть, и как бы ничего не могут это не сделать, да. Не, сами пользуются официально. Да, государственные Телеграм-каналы там очень много. Провайдеры, потому что там тоже очень жесткие требования технические. Так, невозможно это сделать. Да, тут получается именно давление на людей с точки, ну, вот именно с целью устрашения, да, то есть, если ты не перестанешь там говорить на своей соц. странице, там, что-то, какие-то вещи, то мы тебя либо привлечем, либо оштрафуем, либо заблокируем страницу, и это будет достаточно, может быть, это и будет эффективно, но мне кажется, мы уже все, мы проехали тут в Кыргызстане, это мне, в принципе, невозможно уже. Не дай бог, если это случится, это будет просто последняя точка кипения. Ну, это будет, мне кажется, это будет предвестивание. И последние дни вообще. Мне кажется, если это я не веду, то это будет за несколько дней до третьей революции. Да, это нужно отчетливо понимать. Мы никого не хотим запугивать или строить какие-то мрачные прогнозы сегодня. Мы как бы им, просто они, может быть, с высоты своих постов и так далее, они просто не видят объективно картину происходящего дня. Мы им рекомендуем делать этого, если они переживают за свою... И за страну тоже. За страну, да. Либо в власти очень короткая память, к сожалению. Хаос никому не нужен. Конечно. Это нужно понимать, в первую очередь, делать какие-то выводы сегодня. Да. И не доводить население, запугивать его, ограничивать, контролировать. Понятно, что ни к чему это хорошим не поведет. Народ не хочет третьей революции. Мы не знаем, как это все тяжело, а потом сказывается на экономике, на благосостоянии граждан. Но когда на чаши весов, скажем, ограничение свободы слова, то есть народ, я думаю, в принципе, пойдет на такие жертвы. Понимаете, потому что, в принципе, ведь ограничение свободы слова, оно означает, что многие вещи останутся вне внимания общества, будет процветать коррупция, и, соответственно, страна не будет развиваться, а это будет касаться уже будущего детей, и твоего тоже будущего. И получается, что мы вынуждены же бороться за свободу слова. Это тупиковый путь, и путь никуда. Сами власти, если они могут хотя бы на шаг-два вперед просчитать свои действия, они должны понимать, что это коснется и их детей в том числе. Их самих. Их самих, да. Мы сейчас прекрасно видим пример того, как сейчас люди, которые в свое время пытались сделать что-то ограничить, давили, они сейчас сами от этого страдают. От нашей телефонной судебной системы, которая по звонку выносит приговоры. От нашей прокуратуры. От наших следователей судов. И даже, помните, в Конституцию внесли про это, что наше национальное законодательство, как жаловаться-то, международные всякие эти организации. Это же зачем вообще такие вещи вносить? Ну, будем надеяться, что все-таки разум возобладает. Есть еще время. Не знаю, вот знаете, последние вот эти события... Будем надеяться, что наш голос все-таки будет услышан. Не хочется заканчивать программу мрачными прогнозами, потому что, ну... В общем, 5% будут приняты. То есть, 5% и избирательный залог 1 миллион сомов. Да? Да. И преференциальное голосование. И преференциальное голосование. Вот эти три пункта. И власть может дальше вполне выглядеть красавчиками в наших глазах. Так мало нужно. Остаться в историю еще. Да, еще. Вы знаете, вот правда, на самом деле, остаться в истории. Потому что вот при всем при том, что я очень была разочарована Тамбаевым и очень не очень хорошо к нему отношусь. Но я признаю, что он остался в истории. Во-первых, потому что все-таки использовал вот эти биометрические регистрации, там, список избирателей и автоматические счеты в еще раз. Без его политической воли мы не смогли бы реализовать эту модель. Второе, то, что он ушел вовремя, все-таки в срок. Это все-таки был исторический момент. Да, он оставил преемника, но тем не менее, он ушел только один срок, просидев. То есть это такой прецедент, который очень тяжело уже сломать. И что немаловажно, без кровопролития. И третье, то, что он, это при нем все-таки женская квота вот в местные выборы. Да, была все-таки, это тогда началась эта работа, как бы, и вот она в местных выборах сейчас реализована. Я не имею в виду Джогуру Кенеши, потому что там немножко, видите, своя ситуация, пришлось потом дальше его дорабатывать, поскольку партии в некоторых фракциях сейчас нет ни одной женщины. То есть они нашли обходной маневр. Но самое главное, вот сделаны были вот эти вещи. И я, конечно же, вот именно за это не могу его не отмечать, его роль. И если нынешняя власть, точно так же вот эти три пункта внесет, она тоже останется в истории, потому что будут вспоминать и будут говорить, что да, это вот тогда-то сделано вот при нем или при этом такие позитивные изменения внесены. Ну что ж, спасибо. Я благодарю вас еще раз за то, что вы приняли участие в обсуждении этой очень актуальной и важной темы. я напомню нашим зрителям, что сегодня гостями студии были Гульнара Джурабаева, член Центральной избирательной комиссии и Урмат Джанбаев, гражданский активист. Уважаемые телезрители, мы прощаемся с вами до следующих программ. Всего вам хорошего и до свидания. Все, спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok